привет дорогие подписчики и гости моего канала с вами марина сегодня буду шить из кругов для этого понадобится тарелка блюдечко и какая-то крышка можно также начертить круг самостоятельно и размеры выбирать любые у меня есть остатки тканей от других проектов я беру абсолютно разные цвета и сначала делаю большие круги 17 с половиной сантиметров и второй круг все размеры на экране многие узнают мои обрезки тканей от других проектов вот эти горошки вообще у меня очень старые ткани были прошлого века я из них шила прихватки подушки наволочки красивые а какие-то тканюшки вот которые недавно получила зачем в кадре утюг нужно показать как я готовлю обрезки для пошива обязательно про утюжить с паром 4 больших круга и 4 средних один темный один светлый соединяю по принципу темный со светлым дальше вы увидите я буду шить лоскутный блок в интернете я нашла что это бычий глаз а на самом деле я не знаю как это называется надеюсь вы мне подскажете три круга ничем не обрабатываю а чтобы в середине не было утолщение я большой круг вырежу серединочку для этого и складываю большой круг и показываю как я делал вот этот кружочек маленький он из бумаги но есть же метод проще но все приходит во время того как я делаю когда я озвучиваю часто вижу там свои ошибки или можно было сделать проще когда снимаешь видео сама не всегда догадываешься как надо сделать попроще вообще вы у меня такие молодцы мои подписчики и гости пишите комментарии советы даете я очень рада все читаю благодарю вас сто раз каждому готова сказать спасибо но не всегда всем отвечаю а вы знаете иногда еще улыбаюсь кто ведь зачем следит кто за моим творчеством а кто-то ищет какой бы найти изъян и вот текстом писала иногда знаете при монтаже то солнце отсвечивает и перепутала букву а и я и сделала ошибку орфографическую ошибку но можно сказать описку и в комментариях пишут марина а зачем вы так пишите неужели непонятно но люди разные хочется сделать мне замечание да пожалуйста дорогие мои делайте замечание я все приму прочитаю и буду мотать на ус как говорят смотрите что я делаю вырезала в середине кружок и накладываю вот один на другой и буду делать обыкновенную строчку никакого брал никакой обработки края шаг я поставила почаще потому что потом еще буду разрезать опять утюг в кадре но потому что каждую деталь после того как я сделала строчку где-то немножко как сборочкой или неровности про утюжили изделие всегда будет лучше смотреться правильно правильно теперь можно уже пришивать смотрите какие красивые лоскутные блоки да нет конечно будем дальше резать опять нужен утюг положили согнули пополам про утюжили и смело разрезаем можно на этом остановиться разрезать каждый кружок пополам потом соединить это тоже будет очень красиво оригинально вообще вот такой блок он не кажется подойдет на сумку на подушку если вы делали одежду юбку например по краю до или одеяло но это определенный такой стиль когда нет никакой обработки и край он может немножко потом махрится сегодня видео отдыхающие можно сказать утилизация обрезков можно брать любые обрезки разных цветов но все-таки вот с мелким принтом с мелким рисунком они как-то смотрятся эффектнее да но я не соблюдала у меня есть вот и с крупным рисунком по качеству и бязь перкаль поплин любая ткань сегодня в работе из очень даже две половинки смотрятся хорошо а если разрезать на 4 дальше собирать вот этот глаз тоже можно разным способом сделать все разные или наоборот одинаковые я сделала четыре одинаковых глазика а расположить их можно уже как вам хочется я буду пробовать на разный фон накладывать на светлый на темный и что-нибудь придумывать что делать дальше обязательно прочитаю все ваши комментарии кто что посоветует может быть уже шили такой лоскутный блок мне очень интересно а швы я разутюживаю на разные стороны потому что чтобы в серединочке не было вот такого уплотнения на разные стороны разутюжить будет аккуратно дорогие мои подписчики и гости канала я всем желаю здоровья хорошего настроения удачного творчества и все у вас получится пишите комментарии подписывайтесь на канал поставьте лайк если вам понравилось и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok